и снова здравствуйте дамы и господа с вами Олег Аллаф Гудвин сейчас мы проходим тренинг по мануальной терапии и посмотрим что может сделать для разблокировки и мануальной манипуляции в верхней части шейно-грудной переход шея и грудной кифоз для этого смотрите можно поставить человека на локте перпендикулярно столу должен перпендикуляр если плечи и лопатки сведены слишком сильно попросить человека соединить локти как делает наш ассистент поближе здесь руки расслабляем и кладем на стол может даже держаться за стол чтобы была мобильность для головы потому что она должна наклоняться свободно ну во-первых тестируем во-первых все раскрывается растягивается нам очень заметно становится шейно-грудной переход прощупываем просматриваем где какие есть искажения ротация дисков по поверхности ассистых отростков да уже не буду повторяться это так понятно что они должны быть на одной линии до части отростки должны быть на одной линии если хотите можете помочь себе фломастером и и почерчить где они где они там выступают но не только по этой линии можно понять а еще и по боковым отросткам перечным где фасеточные суставы для этого особенно атлант атлант уникальный позвонок я говорил которого нету сзади отростка астистого его можно рассмотреть только за боковые отростки они находятся примерно вот тут мужчинками под этим косточками то есть мы кладем сюда пальцы если мыша отнесают мышцы да то дело мягкое и постепенно глубже заходим а при этом голову ослаблены вращаем ратируем проверяем на экстензию и так все боковые отростки проверяем нам нужно вот этот треугольник ассистых отростков и посеточные суставы нам нужно понять местоположение этого треугольника это можно сделать таким способом без рентгена без мрт в принципе методом пальпаться уже все будете понимать где сублексация или смещение без ротации опасность некоторую в понимании осуществляет позвонок чтобы было видно видите он достаточно выпирает больше всех но с другой стороны он еще и двойной если он например сместился при этом ротировался то прощупывают по вертикали позвонков мы оказывается щупаем только его один один отросточек да и нам кажется что он на самом деле ровный а по факту он искривлен поэтому его надо будет ротировать и сдвинуть в противоположную сторону для этого нам нужно будет действовать сверху не снизу за счет ниже позвонков за счет верхних позвонков а именно атланта ацепитального сочленения с черепом вместе то есть мы должны для этого повернуть череп куда вот это большой вопрос не в ту сторону куда повернут второй позвонок да а в противоположную при этом давим пальцем в этот позвонок движение то есть за счет того что мы через двигаем и давление осуществляем их одновременно доворачиваем и поэтому сочленение атланта акцепитальная акцепитал это затылок остается на месте да и сочленение атланта аксиальная выравнивается ставится на место так мы еще будем отдельно отрабатывать а сейчас пока покажу приемы которые можно в этой позе осуществить ну например позвонок ушел вправо да мы тогда возлагаем руку на кость держим за карминальную кость за ключицу руку держим по диагонали полностью закрепив организм человека да как ремнем безопасности в автомобиле вращаем голову на себя а вот этим позвонку пальцем управляем позвонок соответственно вперед и в сторону в противоположную да и и вперед к голове что мы добиваемся помните он говорил что с этой стороны надо растянуть а с этой стороны нажать по диагонали вверх лучшим раскручиваем если неудобно держать вот так голода и она тяжелый человек то тогда поворачиваю на себя кладем мягко на руку и придерживаем за череп тут надо поднять момент качания вниз должна падать высвобождая вот эти вот сочинения звонковые падает потом раскручиваем на себя на себя на себя вставляем есть на движение для демонстрации не буду делать траст производить если противоположную сторону да то соответственно мы упираемся в другую сторону пальцы можно упираться тем каким вам удобнее кому-то вот это кучка кому-то это косточка кому-то вот это косточка смотрите как вам удобнее далее мобилизируем грудной отдел такими покачиваем головой растягиваем соответственно весь этот отдел ассисты отростки упираемся между мякотью двух ладонных больших мышц руку можно ставить как вверх таки вниз просто продемонстрирую раскачиваем нашли вот этот тот предел и нашли свободу после этого проживаем если у человека есть опять искажение ну допустим сюда не ушли вправо да то тогда мы можем установить свои косточки большого пальца упираемся в него а шею разворачиваем вот эту сторону если у человека сколиоз если у человека сколиоз до ему то мы можем давить тогда не вертикально вниз то есть тут давление было какое раскачивал я головой растягивал спину да а это рукой состав давления вертикально вниз в позвоночник а если сколиоз ну например левосторонний да ты мы с левой стороны ставим ребром ладони продавливаем противоположную сторону то есть шею по повернули для того чтобы растянулась противоположная сторона а ладони будем давить вниз и на себя вот таким вот макаром здесь тоже самое мы делаем другими приемами нет поворотом шеи мы сюда тяжелее будет но нам в этом может помочь прием передней левады он осуществляется так вытягиваются руки вперед голова провязать под руками а мы хватаем над локтями на залог все чуть повышено днем продавливаем раскачиваем человека и вот уже мы можем довернуть вот сюда позвонки если человек достаточно гибкий можно его сделать голову выше и продавить если надо делать как раз растягиваться в обратную сторону прорабатываем кифоз если человек еще не сюда мы можем положить его на свою ногу развернув ее таким образом чтобы она была горизонтально поверхности стола и продавливаем с этой стороны если он еще гибче можно попросить упереться ладонями лоб себе и продавить еще еще если вам совсем гибкие мобильно да то можно попросить повернуть челюсть и продавливаем вот здесь можем немножко маневрировать и сколиозе до например правой стороны сколиоза поднимаем коленку продавливаем на себя так вставай обратно пожалуйста на локти пирпинскуляр до упустили в принципе в этом положении даже можно поправить сдвиг позвонка влево вправо да если мы упрёмся ладони одной косточкой в ключицу сочленения от каллюмиарно-ключичного сочленения она как раз вот если посмотрите она максимально высоко находится вот тут самая высокая точка получается а другой косточкой ладони вот этой упираемся в тот позвонок какой нам нужен 3 4 2 до опять раскачиваем голову и когда почувствовали момент расслабления напряжения в сторону поворачиваем также можно в принципе за счет своего запястья если у вас ладно широкая до опять чуть поуже наши у человека тоже укорочена как раз в запястье таким мягкими накатывающими движениями расслабляем ослабляем ослабляем доходим до нужной точки и потом раз прокатываем будет раз так с этим приемами пока все закончили все наши видеоролики я вам покажу леваду заднюю будем работать с ногами до новых встреч дорогие друзья ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и не забудьте поставить на колокольчик верхушку сейчас будем разбирать некоторые элементы скручивания я воздействую на нижнюю часть позвоночника ну примерно это поясница и грудной отдел до лопаток для этого кладем клиента горизонтально лицом вниз руки расслабляем свежую стороны берем его за тазовые кости спереди только чтобы не было больно не пережили не пережали мои фактические узлы ладони прямой упал таз человека может сделать одежды и если чё-то задержит его через тряпочку проверяем тут его расслабление то есть он должен вам падать таз после этого начиная с поясницы в противоположном сторону соответственно тянем 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 действия местами и можно будет существить раз и так доходим до всего крутого отдела спорта становится конечно обойти стол то же самое сколько может сделать и в обратную сторону тут берем под ребра человека и даем соответственно в крестцовую песок предложено осуществление и смотрите опять вспоминаем все по одной схеме то есть мы сначала растянули тракцию сделали перед трастом немножко покачали дошли до преднапряжения только после этого мы произвели манипуляцию резкими движениями обоими руками чтобы человек быстро подготовить к этому можно провести сеанс пир пир поздометрическая локсация для этого потренируем человека нам опять же работаем с этими мышцами включаются все и квадратные косые и широчайшие мышцы смотри я буду поднимать ногу бедро вверх а ты сопротивляется на вдохе тени вниз давай попробуем вдох на выдохе просто пускаем тело плюхать на стол а здесь я буду в ребра давить тебе вниз ты поднимай вверх молодец постарайся без плеча не включать без плечей и теперь вот одновременно вдох упали то есть технология пир очень хорошо сочетается с монарной терапией рекомендую как бы их сочетать использовать вместе и также можно противоположную сторону я буду давить вверх ты ребра пускай вниз прижимать столу нет вниз вниз к столу вот так все здесь давлю в подвздошную кость а ты тазом поворачивай на меня все даже в этот момент уже может раздаться хруст и еще раз между этим приемами должно пройти 6 7 секунд вдох все расслабить упали теперь если человек достаточно гибкий и скажем вам по весу легкие да то можем продавить его еще сильнее за счет задней левады для этого берем ногу над коленкой то есть не в нет ни в коем случае она если даже сколиоз например если пошел сколиоз в поясничном отделе ну вправо на меня то есть да или в грудном отделе на меня тут я можешь позвоночник подняли ногу позвоночник если крестцово-подвздошное сочинение нас интересует да здесь зажата блок стоит и выпирает подвздошную косточку то мы берем ногу раскачиваем раскачиваем так чтобы она пошла на это в сторону этого это был этого блока а с предположим странам мы должны растянуть курсио на доске доставал и то же становится растягиваем поэтому мы конечно . наше движение будет вот здесь вот мы максимально растянули да а давить будем в подвздошную кость скачали защита при напряжении после этого осуществляем траст для задней лады вообще удобно брать две ноги и гибко человека можно протянуть вплоть до грудного отдела если сколиоз может делать боковые скрутки вот такие с крупным человеком не получится к сожалению вот некоторые берут ногу вот так в принципе может тоже самое делать вот так но так не получается рычага понимаете я рекомендую вот так взять руку с этой стороны кто у кого бицепсы слабые да может на прямой руке но тогда просто ваш корпус тела должен покачиваться отклоняться дальше и прорабатываем соответственно вот так с ногой если мы работаем с крестцом этой же ногой да но давим не в правую часть крестца влевую там мобилизовалась терпимо не страшно вот отлично так мы правим позвоночник элементы сколиозы справляем да и также у нас вырывается длина ног в итоге потому что тазовые положение тазовых костей очень тесно связано с появлением сколиоза ну вот друзья до новых встреч мы пошли это все отрабатывать на практике а вы нас лучше не смотрите выключаете этот youtube только зря время тратите а приходите к нам на тренинги и здесь получаете навыки прямо свежие горячие как пирожки в ваши руки до новых встреч друзья